МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько раз в следующем году проиндексируют пенсию? Один, как в этом, или два, как обычно? С таким вопросом к нам обратилось сразу несколько телезрителей зрелого возраста. Вообще, законом у нас предусмотрено две индексации. Одна основная индексация – это индексация страховых пенсий с февраля и до индексации, так называемая, с апреля месяца. В этом году у нас была одна индексация с февраля. Как будет в следующем году, покажет у нас инфляция. Кто должен платить зарплату старшей дома? Собственники или управляйка? Поинтересовалась Мария Водянина. Собственники могут прибавить определенную сумму денег к тарифу на содержание и ремонт жилого помещения. Тогда старший дома может получать заработную плату. Управляющая организация не берет на себя такие обязанности по оплате труда старшего дома или уполномоченного собственниками, как его называют по Жилищному кодексу Российской Федерации. 36-й маршрут объединяет все больницы города. Почему он не обслуживает по транспортным картам? И 44-й тоже с негодованием заметила Галина Табакова. Решение по заключению договора о возмещении перевозчику выпадающих доходов при перевозке по социальным картам принимает Министерство социальной защиты Амурской области. В настоящее время данный вопрос на уровне администрации проговорен. Мы готовим информационное письмо с предложением заключить данный договор с указанным маршрутом. И в рамках имеющихся финансовых средств решение Министерства социальной защиты принято. Тысячи лет кости динозавров в земле лежат. Лежали бы еще. У ученых и по музеям точно развалятся. Их хоть обрабатывают чем-то, поинтересовался Никита Марчук. У нас кости очень сырые. Откопали их, открыли. Им дают возможность просохнуть. Потом специальным клеем проклеивают. Потом заворачивают в гипс для транспортировки, чтобы они не разрушились, не распались. Привозят в лабораторию. И здесь начинается так называемый камеральный период. Зимой ученые обрабатывают, убирают гипс, снова проклеивают. И в специальных ящиках в лаборатории палеонтологии они хранятся.